Строительство новых больниц и капитальный ремонт имеющихся зданий МИД-учреждений особенно активно стали заметны в 2020 году. Коронавирус расставил приоритеты. В силу переполненности явного дефицита мест для приема зараженных опасной инфекцией, нужно было оперативно решать проблему нехватку клиник в регионах. Так, в Алабукинском районе Джалабадской области обновили старую территориальную больницу, в частности, инфекционное отделение. Это инфекционное отделение было построено в 1985 году. Единственная в своем районе больница для инфекционно больных. Со времен Советского Союза здание ни разу не проходило капитального ремонта. Так, в январе в этом году началась реконструкция здания и уже в марте месяце больница начала принимать больных. Для реконструкции инфекционного отделения горнодобывающее предприятие выделило 4 миллиона сома. Строительством занялась компания «Арт Курулуш». Смета по выполненным работам приблизилась к 5 миллионам сомов. С финансированием помогли и сами местные власти. В 2018 году из-за того, что здание совсем устарело, мы подняли вопрос о реконструкции нашего отделения. В ноябре 2019 финансирование уже поступило и через пару месяцев начали строительные работы. Весной, когда в стране выявили первые случаи коронавируса, наша больница уже полностью была готова к приему больных. В Алабукинской территориальной больнице провели и капитальный ремонт приемного отделения. Вложиться пришлось на 2 миллиона 250 тысяч. Раньше здесь было только два кабинета для осмотра больных. Пациентам приходилось подолгу ждать свои очереди. А после проведенной реконструкции приемного отделения созданы благоприятные условия как для самих пациентов, так и для врачей. Появились дополнительные кабинеты, а профильные врачи сами подходят к больным для осмотра. Теперь, когда приходят больные пациенты, они остаются в приемной. Им не надо теперь ходить искать по больнице разных специалистов. У нас здесь установлен микрофон, через него зовем наших врачей. В течение нескольких минут медики сами подходят к больным. У нас в приемном блоке предусмотрен кабинет УЗИ, кабинет электрокардиограммы. Также имеется рентген, гинекологический кабинет, а если есть подозрения на инфекционные заболевания, то есть изолятор. Пока не выйдут результаты больного, он будет сидеть в изоляторе, чтобы не заразить других пациентов. Новое отделение положительно оценивают местные жители. К примеру, Айдбеков Азбеков часто обращается в больницу с сахарным диабетом. По его словам, очередей, как раньше, нет. Все завязано на электронике, и врачи стали оперативно осматривать больных, говорит мужчина. В больнице были установлены новые генераторы для экстренного подключения электричества на случай форс-мажоров, чтобы ничего не помешало в проведении операций и спасении жизней. В последние годы развитию регионов уделяется большое внимание. Ремонтируются действующие и строятся новые социальные учреждения. Фельдшерско-акушерские пункты, больницы, детские сады и школы. Ведется строительство стратегических трасс и внутренних дорог, реабилитация действующей ирригационной системы. Наргиза Нурмаметова, Бахтабек Мамацаев, Пирамида, Джалабадская область.